Документальное подтверждение я вам сейчас расскажу и покажу. Начали мы с этим объектом заниматься с декабря 2019 года, создавающийся здесь музейный комплекс. Изначально, прочитав все эти митвы легенды, мы полагали, что это все на уровне баек. Вот не все здесь так просто оказалось внутри. Нам пришлось смотреть медиумы-спиритолога. Это, скорее всего, будет единственный музей Сочи, где работает штатная ведьма. Поверьте, как раз это не маркетинговый ход, а именно вынужденные меры. Именно она по всему дому развесилась за кола. Вот смотреть в них совсем не обязательно, потому что кроме себя в них можете кого-нибудь еще увидеть. Например, соседа, который стоит рядом, и достаточно серьезно испугаться. Ну и по поводу испуга. Дом достаточно атмосферный. Безусловно, вас умышленно там никто внутри пугать не будет. Самое опасное, когда мы зайдем вовнутрь, это боковое зрение. Если вам вдруг что-то сбоку показалось, ни в коем случае не бегите, не кричите. В эту сторону нужно повернуться, убедите, что вам, скорее всего, лишь показалось. Ну и давайте я вам расскажу по месту локации, где вы оказались. Это предложи Малого хунт, за нами Малый хунт, Большой хунт. Привет, его супруга, Вера Дмитрия Кемчев, фамилия Мантынова. Это отремяните как раз того самого Мантынова, которого убил Лермонт. И Вера Дмитрия Кемчев, который был со сверхомужем в качестве землосердия в операторском поезде Красного Креста. Давайте выйдем на променады, балкон. Ну и опять-таки, да, обращу ваше внимание на пол, как раз того же самого времени. Оригинал ее 115 лет выпаливает зонышко. По ней ходят миллионы гостей, она не потеряла свой цвет. Вспомним сейчас торговый центр аэропорта, которому по 10-15 лет. Там на входе у Каска уже все стерло. Это 115. Опять вид какой. Черт, не отпустил. Мы пойдем к ведьмам. Туда, куда не ходит никто. Офигеть. Это уже страшно. Опа. Вы же играете? Какие катакомбы здесь. Очевидь. Воу. Дом приведения Квитки. Ох, ничего себе. Тут плейбой. Вот так вот. С приведениями дом. С настоящими. С ушами даже. С лапами. С когтями. Смотрите, какой опять вид. Какой зверь у нас. Смотрите, какие красоты. Вот это да. Вот где надо дачу. Смотрите. Дачка, да? На балкон вышел. Отдохнул. Кофеерка. Тут море. Все видно кругом. Красота. Пойдемте теперь наверх. Что-то там рассказывает. Гид. Интересно. Знаете, такое? Да, грумое. Второй свет. Красота. Душа похода. Душа похода. Душа похода. Душа похода. Со стороны моря, там раньше просто ответственная скала была. Справа с левой 65 градусов, сюда очень тяжело подняться. Ну, эти четверо примерно полторы-две недели здесь держали оборону. Ну, и естественно их убили. То есть не может четыре человека противостоять целой армии. Какая бы она непрофессиональной рабочих россиянской не была. И когда зашли вовнутрь красные комиссары, увидели, что всего лишь четыре человека, практически две недели, сдерживают натиск целой армии. Есть приказ у наркома похоронить своих врагов. Ну, а по сути братьев, поскольку это была гражданская война, где-то здесь вот на территории дачи сделать это с воинскими почестями. В первых программах присваивают название как раз-то штук, которая по сегодняшний день актуальна как самая продолжительная местная поискновения при передаче власти. С чего это до планеты, да? Моя, мое, мое, мое. Чайки, мое. Море.